Последствия сильного ливня вторые сутки устраняют в Фитропавловске. За считанные часы в городе выпала полторы месячных норма осадков. В воде оказались дворы и подъезды. Жители атаковали Акимат жалобами. В колл-центр поступило больше 150 обращений. В одной из многоэтажек, хлынувшая через крышу вода, затопила проводку. Это спровоцировало возгорание в электрощитке подъезда. Пожар в квартирах удалось избежать, но жильцы почти на сутки остались без света. Раз, два, первый раз выстрел, потом второй вообще сильно волной. И все, пропало свет у нас в подъезде из-за воды. Если бы вовремя оказали нам помощь, то бы не случилось. Или хотя бы посоветовали, что куда-то обратиться, или что. Ждали пожарную, там милиция к нам приезжала. Обещали приехать, помочь. А никто не пришел, ничего. Настоящую беду принес ливень в новый микрорайон Жас-Оркен. На одной из магистралей, где никак не могут закончить ремонт ливневки, из канализационных люков хлынули фонтаны. Огромные лужи пытались откачать, но скромных сил троих рабочих и одного насоса оказалось недостаточно. Из-за реконструкции дороги делаем вынос сетей и строим новую ливневку. У нас ливневка уже завершена где-то на 80%, но она не подключена к основной магистрали. К основной магистрали еще не подключена. То есть, условно говоря, на Горьково ливневке не работали, они не стоялись в автономном режиме. Соответственно, они переполнялись. Набиралась вода и выбрасывала уже через люки. Продолжение следует...